Здравствуйте, товарищи инженеры, меня зовут Фёдор, вы на канале FIDISPLAY. Это игра Factorio с модами от Боба и Ангела. В прошлой серии был спроектирован цех по производству железа по улучшенной схеме из железа и марганца. Собственно, вот он начал работать. Влад здесь у нас дорасставлял, это один из помощников, которые мне помогают. Цех я там спроектировал, он скрафтил все детали здесь в руках, грубо говоря. И вот оно у нас работает. Тут сейчас, наверное, придётся мне сюда съездить, сделать логику, чтобы всё-таки поначалу вот этот цех работал, а не вот этот, потому что это выгоднее. Поэтому я туда сейчас вернусь. Ну и здесь у нас некоторые сложности появились. Во-первых, загрязнение вниз сюда пошло от мола, потому что очень много зараз установок работает. И тут вот эта очищалка, она некоторое время стояла на месте. Где-то там угрыжали фиксики, мне её починить, пофиксить, но она так и не работает. В общем, это всё может печально очень кончиться. Благо, здесь пока один человек снизу есть, он должен, по идее, контролить набегание жуков снизу. Но насколько у него получится, я не знаю, потому что вот это у него снесут моментально. Загрязнение уже на улей попало, поэтому тут могут быть большие-большие проблемы. Здесь остановили временно добычу бабмони, потому что что-то загрязнение тоже очень сильно идёт. И вот это вот не справлялось с очисткой. Возможно, здесь какие-то где-то косяки есть, чёрт его знает, почему она не успевает очищать. Возможно, сама добыча бабмони как-то очень так жёстко работает. Но я поехал вверх. Так, паровоз. Я поехал вверх на литьё на наш. Собрать цех Т2 почему-то Влад не отчитался о том, что он собран. Ну ладно, это удалим. Грязь я пока уберу. За грязью нужно очень внимательно следить. Иначе это всё очень плохо кончится. Может, получится так, что жуки пойдут с нескольких сторон. И нас тупо съедят. Так, ну... Здесь я сразу же ленту эти отключу. Железо выгружаем. Надо проверить то, что оно... Успевает всё делаться. Так, тут успело. Ну, на самых крайних заводах просто смотришь. Если успевает... То на ближних там тем более должно успевать. По 80 всегда есть. 80. 8,5. Ну, прям вообще в самый-самый притык. Не, ну вроде всё работает. Вроде всё работает. Всё работает исправно. Здесь ничего вроде не забивается. Тут тоже всё хорошо. Марганца, конечно, меньше используется, чем железо. 10. По расчётам она должна нормально работать. Прям... Прям совсем нормально работать. Ладно, оставим пока как есть. Нужно логикой вот здесь вот ограничить. Я так понимаю, у нас сейчас тут вот этот завод не будет успевать справляться, потому что здесь их было... 6, 12... Это делал 24 железных пластины в секунду. Это делает... Этот делает у меня... Сколько их тут? Этот делает 18. То есть вот этот товарищ работает менее производительно, чем вот этот. Соответственно, здесь нужно поставить ещё один точно такой же цех, чтобы это снивелировать. Возможно, Владу ещё придётся немножко в руках тут покрафтить. Да, я думаю, с этого начну. Так, сам блюпринт. Вот этот. Берём его сюда. Можно, кстати, компактнее было бы воткнуть. Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нано-боту остановитесь. Нет, здесь так всё нормально посчитано. Нано-боту обратно включаем. И... Готовую продукцию мы отправим вот по этим лентам. Сюда. Здесь по-любому нужно по двум лентам её отправлять. Иначе пропускной способности не хватит. И тут нужно тоже вот это вот сделать. И сюда. Этот момент исправили. Дальше идёшь так. Идёшь сюда. Здесь. Но, допустим, допустим, будет как-то так. Эту придётся сдвинуть сюда. Здесь пока временно придётся вот такую бодягу накидывать. Блин. Не нравится мне вот как-то тут организовано. Прям вообще. Берём. Я тут вначале вот так вот сделаю. С приоритетом входа влево. А дальше балансировку. Приходится гнуть один фиг. Хотя вот это здесь не нужно. Тут всё равно приоритет входа слева. Здесь. Приоритет входа слева. тут. Короче, без разницы. Всё равно по двум лентам уедет. Пора давно завязывать вот с этой ломанием головы на пустом месте. на ровном прям. Так. Здесь. Сколько там нам по расчётам нужно? Две ленты. Вот этих вот. Соответственно, здесь сразу же нужно сделать вот так. Если их тут будет три, то мне сюда ещё нужно будет. Так, допустим, три. Дальше. Одна с коксом и две с железом. Ну, так должно хватить. Сюда с коксом и две с железной рудой. Чтоб нормально просто хватало на все три цех. Ты идёшь сюда. Хотя вот это я зря конечно сделал. Давайте знать, как сделаем, чтобы поменьше пересечений было. Я их одну за другой направлю сюда. вот так. А кокс пойдёт самым последним наверное. всё равно придётся где-то его там разделить. Но его можно направить вот по этой линии. Вот так. И сделать сплитером сюда. Даже не так. что-то типа того. Тогда у нас всё хорошо получится. То есть сверху заходит железо. По центру заходит кокс и снизу заходит ты. Ну дальше кокс сюда идёт и тут пару лент ещё при необходимости можно будет направить. Есть поставить третий блок. Да и тут вывод будет работать. Железо 4.8к с железом кстати уже так около дела стало. и тут опять же тупо не хватает железной руды. Здесь сделаем запрос. Надо ли делать его или не надо? Вот в чём вопрос. Я пока что это отключенным оставлю, но повешиваю это просто на комбинатор найден. И при необходимости сделаем просто блокировку. Если зелёный больше нуля. Сейчас это должно работать, но комбинатор сам я просто выключу. Всё, теперь можно Владу дать поручение, чтобы он расставил вот это всё. Расставить он нигде больше не задействован в других местах. тут где-то должен был радар расставить. Тут флаги выпилил улей один, видимо который тут поглощал ну какой-то из. Я не знаю. А, это уже заработало, да? стоят они они прям стоят и не делают ничего. Вот в чём проблема? Нет рецепта. А зачем они рецепт отключили? Ну или в чём проблема-то была? Не успевают же это. хотя здесь столб ну здесь она вот с этой электростанции запитывается. Точнее с общей сети. Тут оно всё поменяно. Рецепт был скинут. Хорошо. Тот момент оставим как есть. Сетку можно выключить. Я пожалуй поеду отсюда. В общем задание поставлено. Там фиксаны сами разберутся. Вот с этим всем железо мы дополнительно в сеть отправим. Тут уже железо 5000. Отсюда должны нормально поезда уже увозить. Главное чтоб меня тут еще не задавило. Увеличили выработку более чем на 50% железа внедрением вот этих вот новых технологий. Теперь я возвращаюсь на Мол. Сейчас нужно сделать расчет будет под схему промывки. Вот кусаки меня и точнее плевать китонически конечно пугают. Черт на улице дождь пошел. Четка эта погода дождлива в последнее время я даже на велике покататься не могу сходить. я могу пойти покататься но мне совершенно неохота мокнуть. Так, тут отлично флаги вроде все как надо вычистил уже. Да, вот эти ребята конечно тут кстати можно было бы неплохо оборону сделать на скалах. То есть сюда стенку залепить и сюда стенку. Можно даже прямо ну вот вот эту новомодную синюю в несколько дойдут то что стенку туда поставят я конечно не давал таких распоряжений. Но с другой стороны не нужно полностью делать все только вот так по бумажке. Иногда нужно включать котелок. Так, давайте заскинем сколько у меня топлива в поезде. Топливо еще есть. Что мне еще скинуть ящик? Тут я так понимаю все подряд скидывается сюда. Такой трэш. Скважину можно убрать отливная машина тоже не нужна этим можно убрать железная руда блин марганец железная руда нужно было туда куда-то сложить в печке в те верхние хотя скважина мне кстати пригодятся скважины мне пригодятся потому что по рецепту если посмотреть мне в первую очередь нужен рецепт который будет промывку делать блин на серебро все таки что как где она она кстати может быть скрытых рецептах было поэтому я прошлый раз его не нашел вот начну я пожалуй но не знаю что побочка получать уран или если мне нужна алюминиевая руда вот здесь вот врубите алюминиевая руда получается здесь возможно я уран даже не смогу получить давайте проверим пофнею ну да в первой промывке не получается это дальше идет если его использовать для производства кристаллов вот только здесь мы получаем уран а если кристаллы использовать на очищенный вот тут будем получать уже последним по последнему итогу алюминиевого руда соответственно мне потребуется для моих задач не ты он надо удалить блин мне потребуется он рубит ну и на нем наверное я все таки и буду собирать схему у них у всех рейд одинаковый как я уже говорил что если пофнею посмотреть вот 50 дистиллированной воды и 2 измельченных рубит соответственно схему можно объединять в одну так тут будет свинец никель алюминий и золото это все используется очень активно кстати как еще можно золото получить рубит промыть минеральный осадок отсортировать кристаллы кретиниума золото нам дает медный кристалл пыль вот эта схема очень мне сильно сильно хорошо нравится потому что она позволяет конкретно то что нам нужно делать без всяких там побочек да это не так выгодно может быть как казалось бы но сам гибридный катализатор мы его лет через 200 только делать будем поэтому останавливаемся вот на этой схеме теперь по планировщику это у нас делается флотационной камере все здесь можно сделать считать по фабрике и их там по-моему штук 8 нормально влезает на выходе мы получаем 6 кусков рубита полторы жеоды которые мы ни на что использовать не можем ну да придется их куда-то вывозить поэтому этот цех пока что будет один и живоды будут просто утилизироваться потому что мы пока переделать ни на что не можем придется копить в бачке так будем мы получать блин дроны верещат давайте в сторону отойду ты значит сортировать будешь в цехе сортировки это будет где-то где-то еще соответственно цех сортировки под куски рубита нужно будет где-то сварганить но они по большому счету все одинаковые и то что мне нужно получать алюминий все остальное по большому счету по бочку получается но все равно эта промывка нужна и так как она все одинаковые унифицированные будем вот на этой собирать хотя мне может быть было бы бешеный плевак убил флаги хотя мне может быть было бы удобнее на сапфирите так привычнее ну да ладно что у нас тут происходит он туда пошел в одного а ну не так много турелей он потерял да одному там тяжело наверное делать зачистку вдвоем все таки понадежнее попроще гамми собирает блокировку загрязнения это гуд и нужна будет блокировка сюда я все хочу понаблюдать за работой в цех что у нас тут 4281 да марганцы конечно дофига копится но с другой стороны у нас есть еще вот эта сортировка она конечно не такая выгодная но сама схема выгодная это вот это вот которая порошок делает плюс 50% железа Влад до сих пор не собрал я не знаю куда он делся и тут по карте его хрен найдешь где он тут находится если метки отключить так может быть лучше будет видно а Влад ушел на самый верх Влад ты чем занимаешься он наверное там радар хочет поставить чтобы было видно не знаю заметит он или нет надеюсь что да вернем метки в общем возвращаемся к рецепту тут очень много разговоров сейчас будет проблема опять же проблема опять же в том что возможно не хватает каких-то рецептов тут кстати да блин факторио игра про решение проблем у нас не хватает зеленых схем вот если посмотреть они прям очень-очень скудно крафтится не хватает потому что походу меди да нет ну или в чем проблема а не только меди еще и железо нифига не идет да что-то с железом большая-большая беда может быть знаете что сделать в рамках решения проблемы доставку железа сделать вот отсюда на нашу стартовую базу ну тут конечно вывозится железо куда-то скорее всего везется на мол вот сюда 1.7 ну да он вывозится на мол блин тогда я не знаю как это решать пока что точнее я не знаю как это эффективно решать что зеленых схем нет все встало можно временно производство цинка и патроны остановить не хватило на две технологии ресурсов чуть-чуть не хватило потому что мол ввели надо было все-таки вначале исследовать потом мол начинать мол начал активно поглощать поглотил все железо которое есть сейчас придется ждать хрен за сколько времени ну ладно наше дело спроектировать вообщем на 8 флотационных камер давайте я может быть снизу начну проектировать причем на на призраках наверное что так будет удобнее едем сюда да у фиксиков тут блин проблемный конечно участок лаки поехал уже отбивать очень сильно жуки давят да Влад воткнул радар у него была задача радарами все засветить потому что что тут такое вот это чей поезд Владос паровозу встали вот это я не знаю чей и где Влад тоже не знаю поставлено поставлено так с бабмонием тоже пока непонятно ладно не хочу туда влезать вникать там кстати вот эти цеха которые сделаны тут наверное нужно переименовать станции немножко что тут название вообще никаких нет хотя я думаю может быть шифра достаточно чтобы название длинное не использовать железная руда но я смотрю так что тут сейчас железо стало больше чем марганц ладно бог с ним в общем моя задача сейчас 8 флотационных камер я стоп дайте мне рецепт алло вот вот так 8 флотационных камер на 1 цех вопрос сколько их тут влезет мне нужно уложиться в 2 квадрата соответственно вообще прошлый цех на прошлом прохождении он по-моему так 32 32 камеры флотации в 1 квадрат влезали ну мы сейчас это проверим допустим 150 воды да нам нужно ну и скидывать обратно 6 7 8 или в два слоя делать их давайте я попробую заменить на 16 здесь естественно я не буду делать огромный прям цех под них и их будет гораздо гораздо меньше может быть поначалу 16 это потребуется 300 дистиллированной воды дистиллированная вода у нас будет делаться из пара 3 градирни и 300 пара это из электробойлера номер 1 бойлеров потребуется 8 штук 300 воды это будет 6 скорее всего помп сколько у нас подземная качалка 1 выкачивает 60 в общем получается 5 подземных качалок идет на 8 электробойлеров мы получаем 300 пара дальше 300 пара идет 3 градирни это получается 300 дистиллированной воды и эти 300 дистиллированной воды подаются на 16 флотационных камер таким образом мы получаем на выходе 15 разных типов продуктов то есть это можно по одной конвейерной ленте отводить в перемешку прям и жиоды вывозить куда-то там нитратные источные воды я буду перерабатывать я их просто буду утилизировать сразу же нафиг ну выливать если по-русски говоря сколько у нас производительность у вот у этой фигни блин где-то написано скорость производства 2 не серьезно как посмотреть сколько сепараторов только сколько сюда там по-моему 200 у него производства а можно во фне посмотреть вот здесь и если взять вот этот рецепт тут через сепаратор будет написано 400 требуется 2,5 сепаратора соответственно мы 400 делим на 2,5 ну можно на какой-нибудь другой воде посмотреть на обычной на самом вода использование ну да 400 тогда нужно на 2,5 поделить где у нас этот калькулятор 400 делим на 2,5 получаем 160 160 производительность одного сепаратора у меня на выходе получается 300 нитратно-сточных вод соответственно нужно 2 сепаратора на все это дело ставить сепараторов можно ну 2 если то чтобы не забыть 4,5,6,7,8 16 тут так труба сразу тебя размечаем выход будут сточные воды сточные воды я бы конечно ну кстати они вот так наверное влезут сюда у нас соответственно это можно вырезать пока что временно поставить повыше сепараторы пойдут как-то так и вот эти ребята допустим ставятся сюда пока что это все так прототип сейчас надо посмотреть сколько у меня производится с каждой стороны с каждой стороны у меня производится 7,5 соответственно лучше мини-лоудерами выгружать так будет так будет проще мини-лоудерами и допустим как-то так блин мешает эта хрень прям капец можно с четырех сторон выгружать на одну сторону затем сделать переход на внешнюю сторону не знаю только где менять переход делать ладно с этим пока сейчас обождем а нет стопы надо вот так посчитать 0,75 одну в секунду выгружать тут в принципе хватит прямого наверное манипулятора не нужно мини-лоудеры ставить вопрос тогда где и какие подземные тут лепить здесь он выходит сверху не влезет да нифига уууу проблема на ровном месте проблему создаем либо здесь сместить вот это сюда чтобы она ниже шла тогда можно будет место выиграть но туда здесь геморрой начнется тоже непонятно и как лучше скомпоновать это все ладно давайте сначала еще вот с этими порешаем может быть мне тут не хватит по компоновке потому что если этих будет 16 то мне нужно 3 градирни тебя нужно удалить чтобы ты не мешал так 3 градирни и 8 бойлеров градирня которая нам даст дистиллированную воду 1 2 3 ну прям так вообще ровно встает в очки тут допустим труба тут допустим труба и 8 бойлеров вообще можно на каждый бойлер вешать отдельную помпу или на каждые два немножко не влезает видите пар пар выходит в трубу сюда их надо значит сделать их надо сместить немножко в сторону чтобы может быть вот так получилось тут сквозная подача в одну сторону здесь сквозная подача в другую сторону как так получилось а даже так а че здесь туда-то выхода нет алё а блин это дурацкая стрелка не туда короче в бойлер вода заходит сквозной подачи не будет у бойлера вот эту можно вырубить здесь и сколько мы там посчитали 300 каждая помпа у нас накачивает где она 60 то есть мне нужно 5 помп 1 2 а я могу 6 помп поставить вот таким макаром 5 6 300 сколько он по воде потребляет не написано электробойлер давайте к вафне посмотрим где у нас дистиллирован вода вот крафтится в градирне производится ну тут я сейчас хрен найду этот рецепт нет нужно пар искать что это я туплю мне нужно искать пар пар у нас причем пар обычный 165 градусов он ну я не знаю какой конкретно здесь указан давайте вот этот введем а 40 пар все таки один бойлер потребляет 40 секунду помпа дает 60 секунду то есть 3 помпы 2 помпы на 3 бойлера дурацкая компоновка капец может быть тогда придется их вообще здесь дербанить вот так если мы сделаем 1-2 ну да тут шире ставить уже будут проблемы если делать копию вот так вот оно прямо вплотную получается ну смотрите смысл в том что блин ну тогда мы в станцию не вписываемся придется две либо убирать либо что-то с ними делать не влезают мне это не очень сильно нравится а стопе 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 вас давайте уберем я же это все могу ниже сместить я это все могу сместить ниже и оно получается вот вот так видно ни хрена правда здесь у нас станция unload соответственно мы можем сюда реквестор воткнуть и он у нас сюда не влезет и вот тут у нас уже начинаются проблемы если станция не вылезает соответственно нужно сокращать количество промывалок потому что нам нужно ведь еще подавать руду сюда либо уменьшать количество станций которые сюда в сектор идут как мне это лучше сделать можно уменьшить в два раза это будет четыре на полтора но мне это не очень сильная идея нравится я бы уменьшил ее где-то на треть чтобы у меня было не восемь бойлеров а скажем шесть давайте проверять до какого количества станции нужно уменьшить двенадцать но до двенадцати если их сократить четырнадцать уже много уже шесть пятьдесят семь нужно тринадцать ни в ту ни в эту а вот двенадцать как раз остается шесть электробойлеров и все-таки шесть градирин и двенадцать флотационных камер соответственно вот эту компоновку можно сделать попроще убираем вот эти центральные две дальше вырезаем ваз ставим сюда вот так уже возможно лучше получается и с вами что сделать ну я думаю эту трубу нужно сохранить здесь как бы она там не стояла ни суть можно в принципе даже наверное вот так сделать один два три четыре ну да так наверно даже будет вполне аккуратно сюда выходит пар здесь сколько здесь у нас влезет так где каком здесь это не влезает соответственно здесь уже получается беда она влезет если сделать подземную трубу тогда будет все окей подземная труба сюда сюда на них же электричество не нужно правильно тогда с этой стороны не влезает впихнуть невпихуемое как всегда можно их сместить выше на одну клетку и ряды или вообще вот так сделать раз два три четыре пять шесть вот вот так она нормально влезает ну и здесь соответственно вас вас и вас вопрос влезут ли у меня сюда столбы сюда столб влезает сюда влезает ну да чтобы все покрыть хорошо это отлично будет компоноваться градирни градирни требуется 31 киловатт на градирни можно градирни можно как-то так соединить вот такой блок получается и в принципе нам это все влезает и с учетом того что здесь станция будет тут у нас что онлот станция реквестера сюда ее даже можно собрать что у нас тут отлично флаги прямо здесь все вычистил соответственно здесь он сможет поставить первичную какую-то оборону это похоже на какую-то рыбу которая что-то съела невкусно на пиксельную рыбу картинка ведь сверху пакман что Влад тут так радары не поставил ездит туда ездит Влад чем занимаешься он может быть этот цех расставлял готов цех да отлично цех начал работать поехал кокс которого почему-то не хватало забилось я уж не знаю почему здесь кокса не хватало странная история но по крайней мере железо поехало ну отлично цех готов можно тогда отметить то что он работает я по крайней мере не вижу сверху отсюда каких-то нареканий насчет работы вроде все нормально так ну и здесь если будет стоять выключатель тебя давай удалим мне тут не нужен нужно ли вот этот блюпринт возможно пригодится эти чертежи мне наверное не нужны будут а свитч если ставить он пойдет где-то тут сразу же можно его впихнуть с выключателем кстати мне писали то что здесь вот проблема ну не работает он не будет нормально работать я пока не буду его исправлять потому что это особо мне тут ну не нарушит работоспособность то что если здесь проблемы будут и пойдет в обратную сторону сигнал ну в общем оно тут нужен еще один а вообще это нужно логикой внутри самого выключателя править делать мы этого конечно же не будем так тут по ресурсам я пока выключатели тоже трогать не буду они мне нужны для того чтобы ориентироваться ориентироваться где какое производство стоит потому что вот это все мне нужно будет впихнуть вот это невпихуемое вот сюда чтобы здесь получилась еще одна линия как то и таких цехов можно будет четыре поставить и они будут нормально стоять по два цеха на пару вот этих вот вот этих вот ребят по рубочкам но тут нужно доделать следующий момент мне нужно подавать ресурс и забирать ресурс готовый отсюда поэтому возможно мне тут тупо сейчас не хватит немножко места и придется еще дальше сдвигать но здесь по месту у меня особо даже выбора больше нет если это по месту делать поэтому сейчас будем подгадывать сколько нам на одну ленту вылезает на одну линию но это получается мы подаем 9 руды измельченного рубита и очень нужно где-то измельчить в чем проблема в трех дробилках блин здесь вездесущий камень у нас получается три дробилки в которые приехал обычный рубит и где мне эти три дробилки разместить давайте-ка эти три дробилки мы заберем откуда-нибудь вот отсюда потому что здесь как раз таки этот самый рубит три дробилки ну смотрите нифига не влезает хотя оно кстати влезет если вот здесь вот их сделать шесть штук и на два цеха сразу распределять вот это кстати могла бы быть хорошая идея ну допустим как-то так они идут естественно посередине идет лента и по краям выходит готовая продукция и на две линии промывки оно идет одна промывка конечно под один блок должна рассчитываться пока что так воткну чтоб мне понимать и сейчас давайте посмотрим по одному справится ли у меня так а чё дожди чё тебе 12 вот так должно быть 6 1 2 3 4 5 6 лотационных хаммер с одной стороны на одну сторону нужно подавать 4 5 пол ленты 6 можно по одной ленте конечно все это выдавать но не сильно бы мне это хотелось по одной ленте городить но так было бы проще то есть я по одной ленте подаю сразу и сырье и готовую продукцию ленту разворачиваю здесь вот снизу и направляю вверх дальше идет сортировка вот такой вариант и оно допустим может идти ну как-нибудь так что тут оно как раз вмещает ну может быть даже еще ближе нет ближе не получится потому что через подземный мне будет не пропустить что здесь и должна и работка воды сколько на одну выходит да ёперный театр промазал нажал кнопку Q и она не учитывает фокус ввода вот этого окна серьезно что за дела один в секунду это мы разгружаем и меньше чем один в секунду мы загружаем тут можно посмотреть сколько это будет в манипуляторах только надо поменять манипулятор на желтый 0.32 на один сборочный автомат почему 0.32 он же меньше оборотов делает или у него бонус прокачан я честно говоря не помню прокачан у нас бонус или нет можно посмотреть бонус погрузки а вместимость манипуляторов 2 да раз вместимость 2 соответственно он по 2 будет выхватывать по 2 разгружать тогда все хорошо тогда все можно по одной ленте запустить вот это тогда отсюда убрать и здесь лента пойдет вот так вот и дальше в зад возвращаться ну что-то типа того либо можно было по этому краю пустить но у меня в принципе и здесь устраивает потому что суммарно на 12 а блин нет стопе суммарно нам не хватит черт такая хорошая идея была можно еще сделать примерно такую же логику на 6 только лента с двух вот этих цехов с двух половинок объединяет с одной стороны то есть она выходит где-то здесь тут она идет вот тут потому что все у нас должно быть узенько здесь идет разделение на несколько лент ну в итоге на 4 лент хотя может быть вот эту херта и можно было где-то тут оставить давайте попробуем накинуть сюда но тут сомнительно она влезает выключатель мешает либо сделать вертикально так кстати тоже как вариант может подойти три станции запроса если их поставить вплотную и воспользоваться подземными если она выехала опа здесь выехала сюда здесь то же самое только с той стороны тогда может быть это и прокатит у нас сюда приехал рубит по внешнему краю их можно пихнуть вот тут ну блин а куда мне камень убирать тогда там еще дурацкий камень будет получаться камень можно направить вверх так 3-2 тут немножко несимметрично идет сюда надо все-таки дальше ставить control v здесь идет погрузка или по центру погрузку мне пустить блин но так тогда она тоже не влезает короче все херня миша давай по новой если бы нету дурацкий камень у нас бы все было хорошо потому что тут по количеству 612 тут как раз на один массив нужно 3 дробилки из них выйдет 4,5 измельченного камня и это нужно по-любому на полную ленту пускать оно у нас тут ни хрена не компонуется поэтому либо передвигать придется это все либо одно из двух сам по себе цех нормально делается я почему столько времени уделяю конкретному цеху его можно будет размножить 6 раз и цеха будут все одинаковые поэтому цех должен быть сделан ну вылизан изначально и сделан по-нормальному под рейты потому что они очень долго эти цеха будут у нас эксплуатироваться и если вдруг какие-то проблемы будут в цехах и спроектированы они будут неудачны то соответственно придется очень много работы переделать поэтому лучше потратить время и сделать один цех по-человечески хотя можно было бы здесь провести оптимизацию компоновочную и допустим вот эти вот сместить друг к другу сблизить их ну в общем вот так вот сделать тогда у нас освобождается довольно много места по центру я думаю это могло бы быть даже неплохим решением как вариант интересно где их пляшет и кстати вот здесь вот вход воды а тут у нас труба идет с паром вопрос не будет ли конфликта здесь что я честно говоря не знаю давайте проверим если мы здесь назначим пар да блин а че у меня труп-то нет эле труба дальше мне нужно нужно насос она не ставится сюда видите в чем проблема то есть у нас уже всплывают компоновочные проблемы тут идет пар и че делать соответственно вот этот коллектор нам будет не собрать его можно так можно сделать да 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 это можно обойти мы просто делаем подземную трубу и здесь подземную трубу да блин и все у нас все у нас хорошо будет здесь труба не нужна тут труба не нужна да надо вовремя такие моменты замечать то есть вот это вот приходится вот таким костылем обходить ну и соответственно у каждого такого бойлера это нужно будет делать иначе оно не сконнектится ну да момент конечно интересный не я думаю все таки нужно наверное вместе объединить вот эти и направить на два вот таких цеха и эти цеха тоже вместе объединять как вариант а посередине направить дробление руды причем наверняка у меня получится вот эту сместить самое право вот сюда что на притык тут стояла дальше тут один коллектор будет с дистиллированной водой и эту сместить вот в этот край а не конфликтовать друг с другом не должны по краям ну я надеюсь по крайней мере на это плюс здесь нужно помп развернуть я думаю и столбы переставить тогда здесь появляется место место я выиграю в количестве раз два ну да тут две клетки а здесь три клетки пять шесть семь восемь девять десять у меня десять клеток место будет эти занимают пять шесть если вот так поставить вот так они будут впритык натянуты и соответственно можно кривыми манипуляторами пользоваться в принципе наверное будет если сделать вот так да тут оптимизация какая-то жесткая идет а отсюда выгружать сюда сюда и вот таким вот макаром то есть тут одна своя лента идет единственное что здесь в конце не очень удобно получится но тут тоже можно вот так сделать через кривой манипулятор а ты будешь сверху забирать готова продукция тогда можно будет взад направить например камень а вперед направить дробленку но я не знаю как это лучше сделать камнем или все-таки сжать их между собой потому что вроде как хватает что по одной ленте у нас может идти двенадцать а ну тогда не хватит тогда восемнадцать будет блин ну я сейчас красную ленту собирать вообще не хочу крайне геморрой нужно по двум лентам подавать тогда можно попробовать подать с этой стороны вот то же самое что я тут сделал и здесь с этой стороны а тут на одну ленту на такую же сквозняковую подачу выдавать да тут можно сделать в принципе сойдет ладно давайте это сделаю в следующий раз у меня уже в целом есть понимание концепции как это можно скомпоновать здесь все чтобы оно все влезло чтобы оно у нас все влезло надеюсь это получится потому что схема довольно такая важная и вот эту промывку готовые яйца получать нам тоже необходимо и на косячи здесь нельзя потому что как я уже сказал шесть одинаковых схем вот здесь будет стоять вот таких вот и косяк в одной схеме придет к тому что будут косяки во всех остальных и мы их не сможем размножить ну а на этом все всем большое спасибо за просмотр и до скорых встреч всем покеда спасибо за просмотр и до новых встреч субтитры